Творцом сущей от вечности, Бог по беспредельной своей благости творит, когда восхочет, единосущим своим словом и духом. Не вопрошай, как же так, будучи благ всегда, Творец явился он только ныне. Ибо и я тебе говорю, что неисследима премудрость бесконечного существа не подходит по человеческое ведение. Творец от вечности, предсуществовавшее в нем ведение о всем сущем, осуществил и произвел в дело, когда восхотел. Ибо неуместно сомневаться о Боге всемогущем, может ли он осуществить что, когда восхочет. Для чего Бог что сотворил исследуй, ибо это можно познать. Но как и почему не так давно всего не испытывай. Потому что это не подлежит твоему разуму. Ибо из божественных вещей иные постижимы, другие же не постижимы для человека. Умозрение, если его не обуздывать, может в пропасть не извергнуть, как сказал некто из святых, Григорий Богослов. Некоторые говорят, что твари от вечности сосуществовали Богу. Но это невозможно. Ибо как могут от вечности сопребывать во всем бесконечному существа, по всему конечные. И как они, собственно, твари, если совечны Творцу. Но это речь еленов, которые вводят Бога Творца отнюдь не естества, а качества только. Мы же, признавая Бога всемогущим, говорим, что Он Творец не качеств только, но и естеств окачествованных. Если же так, то твари от вечности не существовали Богу. Божество и божественное в некотором отношении познаваемо, а в некотором непознаваемо. Познаваемо созерцаниями о том, что есть окрест Его. Непознаваемо в том, что оно есть само в себе. В простом и бесконечном естестве святые Троицы не ищи какой-либо склонности и способности, дабы не сделать ее сложную, подобно тварям, что нелепо и к Богу неприложимо. Просто, единовидно, бескачественно, мирно, невозмутимо, покойно. Одно естество беспредельное, всемогущее и вседержительное. Тварь же всякая сложна из существа и случайностей и всегда имеет нужду в Божьем промысле, как несвободная от превратности. 10. Каждое мысленное и чувственное естество, когда приведено было в бытие, получило от Бога силы принимать впечатление от вещей. Мысленное получило силу помышлять, чувственное чувствовать. 11. Бог сообщает только, а тварь и приемлет и сообщает. Приемлет бытие и благо бытие, сообщает же только благо бытие. 12. Но инакотелесное и иначе бестелесное естество, существо бестелесное сообщает благо бытие, и говоря, и действуя, и будучи созерцаемо, а телесное только будучи созерцаемо. Присно бытие или небытие разумного и мысленного естества состоит в воле создавшего все добро весьма, но бытие благими или злыми по произволению состоит в воле созданий этих. Зло созерцается не в естестве созданий, но в погрешительном и неразумном их движении. Душа благоумно движется, когда ее сила вожделевательна и окачествована воздержанием. Раздражительное ревнует о любви, отвращаясь от ненависти. Мысленное пребывает в Боге молитвой и духовным созерцанием. Не имеет еще совершенной любви и глубокого ведения о Божьем промысле тот, кто во время искушения невеликодушествует при печальных приключениях, но отсекает себя от любви к духовным братьям. Цель Божия промысла есть разнообразно разорванных злом соединить опять посредством правой веры и духовной любви. Спаситель и пострадал для того, доча до Божия расточенная соберет воедино. И так, кто не хочет случайности тяжелых поднять, печальных перенести, болезненных претерпеть, тот шествует вне Божьей любви и цели проведения. Если любовь долготерпит и милосердствует, то малодушествующий при печальных приключениях, злобствующий на опечаливших его и отсекающий себя от любви к ним, не отступает ли от цели Божия промысла? Внимли себе, не в тебе ли самом, а не в братье кроется зло, разлучающее тебя с братом. И поспеши примириться с ним, дабы не отпасть от заповеди любви. 20. Не роди о заповеди любви, ибо через нее будешь ты сыном Божиим, а приступая ее, окажешься сыном Гиенны. Любовь между друзьями разрушается, если завидуешь или делаешься предметом зависти, если причиняешь или терпишь урон, если бесчестишь или терпишь бесчестие, и, наконец, если питаешь и держишь подозрительные на брата мысли. 21. Итак, не сделал ли ты или не пострадал ли чего такого, и зато отступаешь ты от любви дружней? 22. Случилось тебе искушение со стороны брата, и огорчение довело тебя до ненависти. 23. Не будь побежден ненавистью, но победи ненависть с любовью. 24. Победить же ее сможешь так, искренно молясь о нем Богу, приемля приносимое от брата извинения, или сам себя врачу и извинением его, поставив самого себя виновником искушений, положив терпеть, пока пройдет облако. 25. Долготерпелив тот, кто ждет до конца искушения и получает похвалу за претерпенное. 26. Муж долготерпеливый, мног в разуме. 27. Ибо все случающееся относит к последнему концу, и в ожидании его переносит все скорбное. 28. Конец же, по словам апостола, въезд жизнь вечная. 29. Съезд жизнь вечной дознает тебя единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа. 30. Не будь скор на отвержении духовной любви, ибо иного пути ко спасению не осталось с человеком. 31. Кого вчера почитал за духовного брата и за добродетельного, не считай сегодня порочным и злым, по ненависти к нему, породившейся в тебе от навождения лукавого. 31. Но долготерпящую любовью, помышляя о вчерашнем добром, отбрось от души сегодняшнюю ненависть. 32. Когда вчера хвалил, как доброго, и превозносил, как добродетельного, не поноси ныне, как порочного и злого, по причине превращения твоей любви в ненависть, хулу на брата, выставляя в извинение этой любви к тебе ненависти к нему. 33. Но оставайся при тех же ему похвалах, хотя бы все еще владела тобой огорчение, и удобно возвратишься к спасительной любви. 34. Ради кроющейся еще в тебе на брата твоего досады, не изменяя обычной твоей ему похвалы в беседах с другими братьями, вмешая в слова свои неприметно порицания. 35. Но говори о нем в беседе с чистосердечной похвалой и искренне молись о нем, как о себе самом, и вскоре избавишься от гибельной ненависти. 36. Не говори, я ненавижу брата, когда отвращаешься от воспоминаний о нем, но внемли, что говорит Моисей, не возненавидь брата твоего в уме твоем, а обличением обличи ближнего твоего, и не приемли ради его греха. 37. Пусть по какому-либо искушению брат продолжительно будет злословить тебя, но ты не выносись из любительного состояния, и не попусти тому же злому духу возмутить твою мысль. 38. Ты не вынесешься из него, если поносимый и наветуемый, благословлять и благожелательствовать будешь ему. 39. Таков путь любомудрия по Христе, и шествующий этим путем, соводвориться с ним. 40. Не почитай благомыслящими тех, которые переносят в тебе слова, порождающие в тебе досаду или неприязнь к брату, хотя бы казалось, что они говорят правду. 41. Но отвращайся от таковых, как от смертоносных змей, чтобы их злословие пресечь и свою душу избавить от озлобления. 42. Не уязвляй брата намеками, чтобы и от него взаимно не получить подобного и тем, из обоих не изгнать расположение любви. 43. Но с любительным дерзновением иди и обличи его, чтобы устранить причины огорчения, и себя и его избавить от тревоги и досады. 44. Испытай совесть свою со всей точности, ни по твоей ли вине не примиряется с тобой брат, и ложными умствованиями не отклоняя обличение его, ведающий сокровенное твое и имеющий обличить тебя во время исхода из мира и во время молитвы быть тебе притыканием. 45. Во время мира не воспоминай, что сказано было братом во время досады, в лицо ли тебе неприятное, что изречено было, или заочно тебе сказано другому, и ты после того услышал о том, что, приняв помыслы злопомнения, не возвратиться опять к пагубному ненавидению брата. 46. Душа разумная, питающая к человеку ненависть, не может быть мирно в отношении к Богу, давшему нам такую заповедь, если не отпускаете человекам согрешения их, то Отец ваш Небесный не отпустит вам согрешений ваших. 47. Пусть брат не хочет мира, но ты сохрани себя от неприязни, искренне молясь за него и не злослови его ни перед кем. 48. Невыразимый мир святых ангелов держится на следующих двух расположениях – на любви к Богу и любви друг к другу. 49. Подобным образом и мир всех от века святых. 50. Итак, предобре сказано Спасителем нашим, на сих двух заповедях весь закон и пророки висят. 51. Не будь самоугодник, не будешь и брата ненавистником, не будь самолюбив, и будешь боголюбив. 52. Восхотев жить с духовными братьями у деревьев, отрекись от своих хотений. 53. Ибо другим способом невозможешь ты быть в мире ни с Богом, ни с живущими с тобою. 54. Стижавший совершенную любовь и всю жизнь свою по ней устроивший духом святым именуя Господом Иисуса. 54. Испротивно уже этому бывает противное. 50. Любовь к Богу любит всегда воскрылять ум к собеседованию о Боге и о Божественном. 50. Любовь к близнему располагает всегда доброе о нем помышлять. 51. Любящему суетную славу или привязанному к чему-либо вещественному. 52. Свойственно досадовать на людей завременное, или злопамятствовать на них, или ненависть иметь к ним, или рабствовать срамным помыслом. 53. Боголюбивой же душе все это чуждо. 54. Когда мысленно не говоришь и не делаешь ничего срамного, 54. Когда не злопамятствуешь на причинившего тебе вред или злословившего на тебя, 55. И когда во время молитвы имеешь ум, постоянно отрешенный от вещества и образов, 55. То знаешь, что ты достиг в меру бесстрастия и совершенной любви. 55. Немалый подвиг освободиться от тщеславия. 56. Освобождается же от него тайным творением добродетелей и частую молитвою. 57. А признак освобождения не злопамятствовать на злословившего или злословящего. 57. Если хочешь быть праведен, доставляй, что достиг. 58. Что достоит каждой в тебе части, то есть душе и телу. 59. Мыслительной части души чтения, духовные созерцания и молитву. 60. Раздражительной духовной любовь противоположной ненависти. 61. Вожделевательной целомудрии и воздержания. 61. А плоти – пищу и одеяния, которые одни необходимы. 62. Ум действует по естеству своему, когда содержит страсти в покорности, созерцает значение всего сущего и пребывает с Богом. 63. Как здоровье и болезнь видятся в теле животного, свет и тьма в оке, 63. Так добродетели порог в душе, ведение же и неведение в уме. 63. Христианин умудряется этими тремя путями – заповедями, догматами и верою. 64. Заповеди отрешают ум от страстей, догматы вводят его в познание сущего, а вера – в созерцание Святой Троицы. 64. Иные из подвижников отгоняют только страстные помыслы, а другие отсекают и самые страстные помыслы. 65. Отгоняются страстные помыслы или псалмопением, или молитвой, или богомыслием, или иным каким уместным занятием. 66. Отсекаются же страсти презрением тех вещей, которым кто страстен. 67. Страстны бываем мы к женщине, к имению, к славе и прочее. 68. До равнодушия и презрения к женщине можно дойти, если кто по отречению от мира нудиться будет, как должно иссушать тело воздержанием. 69. К имению, если он убедит помысл свой быть довольным тем, что есть. 70. К славе, если возлюбит тайное творение добродетели, являемое Богу единому. 71. Так и в отношении к прочим страстям. 71. Кто же презирает все это, тот не доходит никогда до неприязни какой-либо. 72. Отрекшись от вещей мирских, как-то жены, имения и прочее, садял монахам человека внешнего, а еще не внутреннего. 72. Отрешившийся же от страстных помыслов, садял таковым и внутреннего человека, то есть ум. 73. Внешнего человека легко сделать монахам, если только захотеть. 74. Нанимал подвиг сделать монахам внутреннего человека. 75. Кто же вроде семьи, если цело освободившись от страстных помыслов, исподобившиеся достигнуть чистой и от всего отрешенной молитвы, 75. Что и есть признак внутреннего монаха. 76. Много страстей кроется в душах наших. Обнаруживаются же они, когда появляются предметы их. 76. Может иной не возмущается страстями в отсутствии предметов их, достигшей малой части бесстрастия. 77. Но едва появятся предметы, страсти тотчас начинают в лещи ум. 78. В отсутствии предмета страсти не почитай себя имеющим совершенное бесстрастие. 79. Но когда и предмет появится, а ты останешься не тронут ни им, ни после воспоминания о нем, 80. Тогда знай, что ты вступил в пределы ее. 80. Однако же тогда не будь беспечен. 81. Ибо хотя долговременный добродетель умерщвляет страсти, но если понебрежешь о ней, то они опять возбудятся. 81. Любящий Христа без сомнений подражает ему по возможности. 81. Христос же не переставал благотворить людям, встречая неблагодарность. 81. И поносим, будучи долготерпел, будучи от них бием и убиваем, претерпел то, никому отнюдь не вменяя зла. 82. Эти три действия – суть дела любви к ближнему, без которых говорящий, что любит Христа или что получит царствие его, обманывает себя. 82. Ибо Господь сказал, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в царствие небесное, но творящий волю Отца моего, и опять любящий меня и заповеди мои соблюдет. 83. Вся цель заповедей Спасителя та, чтобы освободить ум от невоздержания и ненависти, и возвести его в любовь к нему и ближнему, от которой рождается свет святого деятельного ведения. 84. Сподобившись от Бога некоего ведения, не не ради любви и воздержания, ибо они, очищая страстную часть души, устрояют тебе путь к ведению удобным. 85. Путь к ведению есть бесстрастие и смирение, ибо без них никто не увидит Господа. Поскольку разум надмивает, а любовь назидает, то с разумом сопряги любовь, и будешь чужд надмение. 86. Будешь духовным домостроителем, экономом, и себя назидающим, и всех приближающихся к тебе. 86. Оттого бывает, что любовь созидает, что она не завидует и не огорчается на завидующих, и не разглашает о себе всенародно того, что достойна завидования. 87. Она не почитает себя уже достигшую совершения, и чего не знает, о том не стыдится признавать свое неведение. 87. Таким образом, она предохраняет ум от кечения, и всегда располагает его преуспевать в познании. 88. Обыкновенно за познанием следует самомнение и зависть, особенно в начале. 89. Самомнение проявляется внутри только, а зависть и внутри, и вовне. 90. Внутри моя, к имеющим ведение, во мне, ко мне, от имеющих неведение. 91. Любовь сии три неправости отвращает самомнение, поскольку не гордится, зависть внутреннюю, поскольку не завидует, внешнюю, поскольку долготерпит и милосердствует. 91. Итак, имеющему ведение, нужно приобрести любовь, дабы она сохраняла ум во всем невредимым. 92. Сподобившееся даро ведение, напитающее огорчение, злопомнение или ненависть к человеку, подобен колющими глаза свои терниям и волчцами. 93. Итак, знание необходимое имеет нужду в любви. 94. Не все пекись о плоти, но определив ей подвиг по силе ее, весь ум свой обрати на внутреннее, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно. 95. Прибывающий внутри и заботящийся непрестанно о внутреннем целомудрствует, долготерпит, милосердствует, смиренно мудрствует. 96. И не это только, но и созерцает, богословствует и молится. 97. Все это и есть то, что разумеет апостол, говоря, духом ходите и прочее. 97. Не умеющий ходить путем духовным, не заботится о страстных помыслах, но все попечение имеет о плоти. 98. Или чревоугодничает, распутничает, досадует, гневается и злопамятствует, и таким образом омрачает ум, или через меру вдается в подвиги и тем подавляет мысль. 98. Писание не отнимает у нас ничего, данного нам от Бога для употребления, но обуздывает неумеренность и исправляет безрассудность. 99. То есть оно не запрещает ни есть, ни рождать детей, ни иметь деньги и правильно их расходовать, но запрещает всего угодничать, прелюбодействовать и прочее. 99. Не запрещает даже и думать об том, ибо для того оно и сотворено, но запрещает думать страстно. 99. Иное совершаемое нами для Бога делается по заповеди, иное не по заповеди, но, так сказать, по вольному приношению. 99. По заповеди, когда мы любим Бога и ближнего, любим врагов, не прелюбодействуем, не убудеваем и прочее, за что, если мы то нарушаем, подвергаемся осуждению. 99. Не по заповеди, когда храним девство и ведем брачную и безбрачную жизнь, отчуждаемся от всякой собственности, отшельничествуем и прочее. 99. Эти действия имеют значение даров, дабы, если по немощи не исполним, какой заповеди, этими дарами умилостилить благого владыку нашего. 99. Избравший себе жизнь безбрачную или девство, должен иметь чресло предпоясанное и светильник горящий. 99. Чресло предпоясанное воздержанием и светильник горящий молитвою, богомыслием и духовной любовью. 99. Некоторые из братьев думают, что они не могут иметь даров Духа Святого, ибо по нерадению об исполнении заповедей не знают, что имеющий истинную веру во Христа имеет в себе сокращенно все дары Божии. 99. Но поскольку мы по безделью нашему далеко отстаем от деятельной к Нему любви, которая показала бы нам божественное в нас сокровище, то справедливо почитаем себя чуждыми даров Божиих. 70. Если по словам божественного апостола в сердцах наших верой живет Иисус Христос, а в нем все сокровища, премудрости и ведения сокровенны суть, то в сердцах наших находится все сокровища, премудрости и ведения. 71. Открывается же они сердцу по мере очищения каждого заповедями. 71. Вот сокровище, скрытое на поле, в сердце твоего, которого ты еще не обрел, но по безделью. 72. Ибо если бы обрел, то продал бы все и купил бы это поле. 73. Но ты, оставив это поле, работаешь около него, где нет ничего, кроме тернии и волчцов. 74. Поэтому-то, говорит Спаситель, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 75. Узрят же Его и сущие в нем сокровища тогда, когда очистят себя любовью и воздержанием, и тем более, чем более очистятся. 76. Посему-то, говорит еще, продадите имение ваше и давайте милостыню, и все у вас чисто будет. 76. Как уже не занимающимся вещами, да тело касающимися, а старающимся очистить от ненависти и невоздержания ум свой, который Господь называет сердцем. 77. Ибо все то, оскверняющее ум, не дает ему видеть живущего в нем Христа, благодатью святого крещения. 77. Писание именует добродетелей путями, больше же всех добродетелей и любовь. 78. Почему апостол сказал, и еще по превосхождении превосходнейший путь вам покажу, как располагающий презирать все вещественное и ничего временного не предпочитать вечному. 79. Любовь к Богу противоборствует похоти, ибо склоняет ум воздерживаясь от услождений чувственных. 80. Любовь же к ближнему противоборствует гневу, ибо заставляет презирать славу и богатство. 81. И они-то суть два пенязя, которые Спаситель дал содержателю гостиницы, чтобы он поимел о тебе попечение, два динария. 81. Но не явись неблагодарным, приставших к разбойникам, чтобы опять не быть изранену, и уже не еле живым, но мертвым не остаться. 81. Ощущай ум твой от гнева, злопамятства и срамных помыслов, и тогда возможешь узнать Христово в тебе вселение. 82. Кто просветил тебя верою во святую единосущную и поклоняемую Троицу? 83. Или кто дал тебе знать о воплощенном домостроительстве единого от Святой Троицы? 84. Кто научил тебя познанию о бесплотных, о происхождении и скончании видимого мира, или о воскресении из мертвых и вечной жизни, или о славе Царствия Небесного и о страшном суде? 85. Не благодать ли Христова, живущая в тебе, которая есть залог Святого Духа? 86. Что более сей благодати, или что лучше такой мудрости и ведения, что выше таких обетований? 86. Если же и после этого остаемся мы праздны и неродивы, и не очищаем себя от страстей, ослепляющих ум наш, и мешающих нам зреть такие истины яснее самого Солнца, 87. То должны винить себя и не отрицать обитание в нас благодати. 87. Бог, обетовавший тебе вечное благо и давший в сердце в твоем залог Духа, заповедовал тебе пищить о своем житии, чтобы внутренний человек, освободясь от страстей, еще в настоящей жизни начал вкушать те блага. 87. Сподобясь высоких божественных созерцаний, наиболее пекись о любви и воздержании, чтобы, сохраняя страстную часть безмятежную, иметь в душе непристающий свет. 88. Раздражительную силу души обуздай любовью, вожделевательную умерщляй воздержанием, мыслительную воскрыляй молитвою, и свет ума никогда не помрачится в тебе. 89. Расторгающая любовь причины суть следующая – бесчестие, причиненный урон, оклеветание или вера или жития, побои, удары, раны и прочее, и при том, когда сие случается или с самим кем, или с кем из родственников его и друзей. 90. Разрывающий любовь по какой-либо из таковых причин не познал еще, какая цель заповедей Христовых. 91. Старайся, сколько можешь, любить всякого человека. Если же этого еще не можешь, то, по крайней мере, не ненавидь никого. 91. Но и этого не в состоянии будешь сделать, если не презришь всего земного. 91. Такой-то похулил тебя. Возненавидь не его нахулу и подступившего к тому его демона. 92. Если же ненавидишь похулившего тебя, то ты возненавидел человека и приступил заповедь. 93. И что он сделал словом, то ты совершаешь делом. 94. А если хранишь заповедь, то покажи к нему дело любви. 95. Если в чем можешь, помоги ему, да отвратишь его от зла. 95. Христос не хочет, чтобы ты имел на человека ненависть и досаду, или гнев и злобу на кого, каким бы то ни было образом, и за что бы то ни было временное. 96. Сие всякому проповедует четыре Евангелия. 97. Много нас говорящих, но мало делающих. 97. Но никто не должен искажать Слово Божие в угоду своей беспечности, а лучше исповедать свою немощь, не скрывая истины Божией, дабы вместе с преступлением заповедей не сделать все повинным еще в перетолковании Слово Божие. 97. Любовь и воздержание освобождает душу от страстей. 98. Стение же и богомыслие избавляют ум от невежества, а стояние на молитве поставляет молящегося перед самого Бога. 98. Когда демоны увидят, что мы презираем вещи мира сего, не желая за них ненавидеть людей и отпасть от любви, тогда воздвигают на нас клеветы, дабы мы, не перенося огорчения, возненавидели клеветников. 99. Не для души тяготы, тягостнее клеветы, веру ли оклевещет или поведение. 99. И никто не может презреть этого, кроме того, кто как Сусана на Бога взирает единого, сильного, и от бед избавить, как ее и избавил, и людям показать удостоверительную истину, как и о ней показал, и душу утешить надеждою. 99. Соответственно, тому, как будешь молиться за оклеветавшего Бог, удостоверительно открывать будет истину о тебе соблазнившемся. 90. По существу благ един Бог, по настроению же души один Богу подражатель, ибо главная у него цель злых совокупить с благим по существу, чтобы и они сделались добрыми. 91. Для этого, будучи поносим, благословляет, гоним и терпит, хулим и утешает. Убиваемый молится за убивающих. 91. Все делает он, чтобы не отпасть от главной цели своей любви. 91. Заповеди Господни научают нас благословно пользоваться вещами средними. 92. Благословное же пользование средними вещами чистым делает состояние души. 93. Чистое состояние души рождает рассудительность. 94. Рассудительность же рождает бесстрастие, от которого рождается совершенная любовь. 95. Тот еще не имеет бесстрастия, кто в случае искушения не может оставить без внимания погрешность друга. 95. В самом ли деле она есть за ним, или только кажется, что есть? 96. Ибо скрывающиеся в душе такого страсти, возбуждаясь, ослепляет ум и не дают усмотреть лучи истины и различить доброе от худого. 96. Не следует ли положить, что таковой не стяжал еще и совершенной любви, изгоняющей вон страх суда? 97. Верную другу нет измены, замены. 97. Стирахов 6.15. Он несчастье друга почитает своими и подъемлет их вместе с ним, страдая даже до смерти. 97. Много друзей, но во время благоденствия, во время же искушений едва найдешь и одного. 95. Третий том добротолюбия, страница 227. 95. О любви, четвертая сотница святого Максима Исповедника. 95. Всякого человека от души любить должно. 95. Упование же возлагать на одного Бога и Ему единому служить всею крепостью. 96. Ибо пока Он хранит нас, то и друзья все нам благоприятствуют, и враги все сделать нам зла не сильны. 96. А когда Он нас оставит, то и друзья все от нас отвращаются, и враги все берут силу над нами. 97. Есть четыре главных вида оставления Божия. 97. Иное оставление промыслительное, как бы то было с самим Господом, дабы кажущимся оставлением спасти оставляемых. 98. Иное оставление испытательное, какое было с Иовом и Иосифом, дабы явить одного с толпом мужества, другого с толпом целомудрия. 98. Иное оставление духовно-воспитательное, как то было с апостолом Петром, дабы смиренно-мудрием сохранить в нем преизбыток благодати. 99. Иное, наконец, оставление по отвращению, как то было с иудеями, дабы наказанием обратить их к покаянию. 99. Все эти виды оставления спасительны и исполнены Божией благодати и человеколюбия. 99. Одни верные блестители заповедей и истинные таинники судеб Божьих не оставляют друзей по Божьей попущении искушаемых. 99. Но презрители заповедей, не посвященные в таинство судеб Божьих, когда друг благоденствует, наслаждаются с ним, а когда искушаемый злостраждет, оставляет его. 99. Бывает, что они становятся на стороне противников. 99. Бывки. 91. Бывки. あり. 65. Бывки. 71. Бывки. 60. 104.